Вице-губернатор лично курирует стройку, которая изрядно затянулась, поэтому раз в неделю он на сочинском объекте. А по той лестнице, которая вот там? Старая наша. Отбили штукатурку и уже штукатурить начали. Современный перинатальный центр начали строить в 2014 году. Сроки сдачи объекта переносились, менялись и подрядные организации. И все же строительство шестиэтажного перинатального центра вышло на финишную прямую. Закоплено необходимое оборудование. Медперсонал в ожидании переезда. Все оборудование находится здесь, на площадке. По мере готовности помещений начинается монтаж уже непосредственно медицинского оборудования. На 90% закончены отделочные работы. Сейчас уже идут, скажем так, тонкая шлифовка, устранение замечаний, выявленных дефектов. Завершаются все строительно-монтажные работы. В процессе установки лифты впереди пусконаладка медицинского оборудования. Вслед за комиссией госстроенадзора начнутся проверки с участием медицинских специалистов. Подрядчик заверяет теперь уже сроки сдачи объекта в эксплуатацию не будут сорваны. Здесь работает порядка полутысячи человек. Это только рабочих. Не учитывая механизаторов, разнорабочих, линейного ЭТР, охраны и так далее. По единицам техники у нас здесь уже в принципе минимально. У нас только вертикальный транспорт работает и несколько подъемных механизмов. Потому что в принципе поставка материалов и оборудование уже на завершающей стадии находится. На сегодня строящийся перинатальный центр называют самым высокотехнологичным зданием. Он возводится в рамках целевой краевой программы модернизации здравоохранения Краснодарского края. По всей России таких единицы. Елена Всецына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.